Рассказать много новостей по поводу Крыма, юга Украины, где на самом деле Хаббат, люди даже не представляют у вас в России, что Крым поставлен под такой же жесточайший контроль Хаббата. Это братья Вульф, это Волк, Вульф, Волчья Стария, их четыре брата, так вот один раввин Симферополя в Севастополе и держит под контролем весь Крым, второй брат, это родные братья Хаббатники, держат под контролем Херсон и в Херсонской области создают вот эти батальоны мусульманские. И третий брат Одесса, сожжение Одессы 2 мая и все, что связано, они же десятки лет. А четвертый брат руководит ими из Израиля. Вот это Хаббатский Волчий собор. Вот такие нюансы. Но дело в том, что меня разгражает, когда я смотрю там патриотические силы, представители, сражающиеся с жидобандеровцами, с фашистской властью на Украине и из-за буграса. Вот как они, во-первых, они не владеют той информацией, которая на самом деле у меня в наличии имеется. Во-вторых, как они пытаются деликатно, с ужинками, с реверансами говорить о теме Гройсмана и Вальсмана и все это так. Это же не борьба. Это же на самом деле вот такое. Нежными мазками коснуться страшной теме под названием еврейский фашизм. Ну и в Перми вы увидели результат. Такое злорадствование по поводу тихо приняли решение, отвод земли. Я не рассказываю вам о Крыме. Вот если найдутся жаждущие сделать толковые материалы, у меня есть. Что происходит в Крыму? Крым вся Россия передан. Какой Россию он передан? Он и Украине не принадлежал. Там все это уже Коломойский заложил эту основу в Севастополе, когда там ни одного еврея не было, а уже Синогова Хаббатская строилась. И теперь эту эстафету традиции перехватил российский Хаббат. И сейчас забивают, как в Перми, Крым. Идет скобка. Крым доведен до состояния кризиса. Там же все за 3 копейки сейчас приобретается. И поэтому, когда рисовалась цифра 40 тысяч, это пробный камушек. Пробный камушек обозначить эту цифру. Это когда они обращались к Путину с просьбой переселить 40 тысяч. К этой теме я слишком начинаю, потому что я знаю. У меня просто фактический материал. Если бы я сейчас делал фильм, я бы просто документальные кадры по поводу Крыма, Одессы и Херсонской области. Почему все провокации, связанные с Миджлисом, все в Херсонской области. Потому что три брата. Волчья стая, вульфы. Четвертый брат. Кстати, привозит в Крым этих депутатов Кнесета. Хотя вроде Украина возражает. Прервалось, Эдуард Давидович. В общем, Филипп, я еще раз. В свое время, когда сельские вести обвинили в антисемитизме, была громадная статья под названием «Вызывай огонь на себя». Я написал. И сказал. «Ребята, не лезьте в эту историю». Гармазин сказал. «Вы хотите быть депутатом оставаться? Не лезьте». Вам кажется, что там нет, ну вот там вот написано о сионизме. Не лезьте. В этой теме может говорить только свободный, раскрепощенный еврей. Еврей. Потому что все остальные будут испытывать комплексы, неудобства. Они будут рассказывать, что они с детства дружили, соседствовали с евреями. Вот так все это происходит. И на самом деле не говорят о еврейском фашизме. А все это. И я предложил. И вот тем самым я вытянул тогда. Она уже была закрыта, сельский лист. Я сказал. «Вызывай огонь на себя. Я один буду защищать. Я знаю, каким образом». Так вот в этой борьбе, если люди приходят к мысли, что да, действительно евреи захватили олигархат еврейский. Действительно все это захватили Украину. Жидо-бандеровцы, это же не я придумал это словосочетание. Теперь они начинают уходить в словосочетание, вернее, в активисты. А жидо-активисты, забыли, должно быть жидо-активисты, потому что все те же их подкармливают, натравливают. Памятник снисти, памятник снисти, шины зажгут, шины зажгут. Понимаешь? И поэтому в этой борьбе, те, кто хотел бы, в этой борьбе реально победить, им нужно было вот как-то действительно в определенных масштабах поддержать меня. Потому что, я еще раз объясняю, я живой человек, со своими проблемами, должен думать, как я должен быть и телекомпанией, и оплачивать ее, и еще при этом нести расходы. То есть, Карл Маркс без Фридриха Энгельса, понимаешь? И всех это сегодня устраивает. Не получится.